Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данища на ваших каранах МТА провинция 5 сервер И сегодня мы поедем смотреть все новые машины, которые были добавлены в последнем обновлении Кто не знает, на провинцию буквально ночью был залит новый карпак, состоящий полностью из российских авто Если говорить подробнее о этом обновлении, то как я уже сказал, было добавлено 4 машины И также было произведено множество фиксов Вот список, можете остановить видосик на стоп и точненько все посмотреть Что ж, ну а мы сейчас приехали на трек, чтобы замерить характеристики наших автомобилей Первый автомобиль, который у нас будет, это ИЖ Он стоит всего лишь 100 тысяч Напомню, что все эти машины можно купить в автосалоне Невского ИЖ, честно говоря, вообще из этого карпака мне меньше всего интересен Ну типа машина и машина Вот зеркала заднего вида на передней части прикольно выглядят на самом деле А так мне машина больше никак не заходит по салону Смотрите, моделька довольно хорошо проработана Работает приборная панель Да, даже какая-то подсветка есть Ну то есть моделька очень классная Тут претензий никаких нет Ремни безопасности даже есть Хорошо модель проделана Ух ты, здесь даже Я, честно говоря, не знаю, как они правильно называются Но пусть это будут светильники Да, меня убьют в комментах Ну ладно Что у этой машины делается, собственно говоря Открывается капот, багажник Это все очевидные вещи, которые, я думаю, даже говорить не стоит И так все понятно Все красивенько сделано Подкапотное пространство на высоте По модельке никаких претензий нет Что снаружи, что внутри Все очень красивенько сделано По оптике тоже все суперски Машина и машина как бы Обычным машинам Сейчас мы посмотрим, как она разгоняется Понятно, что это иже от него там До сотни, две с половиной секунды ждать не стоит Но справа, видите, у нас замеры разгона Сейчас мы узнаем, за сколько он разгоняется до сотни Как видим, едем по прямой Ну тут не совсем прямая, но еду я прямо Сейчас, по-моему, придется немножко повернуть Да, немножко скорость сбилась Мы разогнались за 18,5 секунд До сотни Ну так как мы еще поворачивали, я думаю, можно сбросить немножко И скажем 18 секунд Разгон до сотни 18 секунд у Ижа По управлению, ну Не знаю, типа Вауки слегка Слегка вауки такое Не сразу реагирует на поворот От 0 до 150 мы не сможем узнать Потому что у него максималка меньше, чем 150 Мы до 140 вроде смогли его разогнать И то меньше Сейчас будет горка Посмотрим, сможет ли он с горки набрать больше От первого лица немножко прокатимся Ну, машина как машина Я к этой машине как-то нейтрально отношусь Поэтому ее я покупать не буду Хоть она и стоит 100 тысяч Смогли 140 выжить из этого Ижа Впечатление о машине Ну, нейтральная машина как машина едет И ладно Моделька прикольная Салон прикольный Претензий 0 Переходим к следующей машине Это у нас ГАЗ 3102 Она же Волга Эту машину я обязательно буду покупать в этом видосе В автосалоне Невского она стоит 200 тысяч Моделька у машины вообще супер Великолепно все сделано По салону Вау Ну, тут понятно Тоже все суперски сделано Это я так Нет, не подсвечивается Ну ладно Какой-то фонарь загорается Времени безопасности Тоже модель что снаружи Что внутри все хорошо сделано По функционалу моделей тоже все открывается Двери, багажник Ух ты Багажник здесь более так Классно сделан Какая-то решетка стоит Подкапотное пространство Тоже сделано Замечательно Жалко Что у нее Не включаются Противотуманки Вот Висят они Не включаются Снова прямая Ну знаете По-моему У нее разгон Точно такой же Как и у Ижа А нет Смотрите 14.9 У Ижа был разгон 18 Но здесь мы тоже Немного поворачивали Поэтому Давайте возьмем разгон 14 секунд до сотни То есть 14 и 18 секунд до сотни Волга здесь Понятно Выигрывает По максималке Мы уже добрались До 150 И на этом остановились Иж Выдал 140 Волга Нравится больше Чем Иж Комби Следующая Блажется И на транзитных Номерах Каких-то Желтых Эта модель Имеет Очень интересные Функции Мы сегодня Будем выкатывать Его с салона Поэтому Посмотрите Обязательно Момент С Этим Уазиком Чуть позже Я покажу Какие у него Есть Фишки И вы просто обалдеете. Ну, те, кто не знает, обалдеете. Те, кто знаете, уже вы ничего нового не увидите. У него есть очень интересная особенность. И, кстати, давайте сейчас снова от 0 до 100 замеряем. Перед этим посмотрим с... Ой, тут... Ну, блин, баранка такая угловатая, на самом деле. Низкополигональная. У других машин руль был гораздо ровнее. Не, ну, по салону УАЗик мне чуть меньше понравился, чем остальные машины. По внешке прям шикарно. Все шикарно, базар УЗИРУ. У него также открывается капот, двери и багажник. Причем, обратите внимание, как открывается багажник. Сначала колесо и потом борт. Это замечательно, на самом деле. Что такая детализация есть? Двери закрываем. Подкапотное пространство тоже хорошо сделано. Ну, а сейчас давайте посмотрим его характеристики. Ну, чего ожидать от внедорожника? О-о-о-о! Двадцать шесть секунд практически. Двадцать шесть секунд до сотни едем. Еще учитывая то, что я поворачивал, давайте двадцать пять возьмем. Ладно, такая поблажечка. Тут максималка сто шестнадцать, походу. Тут горка началась, не совсем понял. Достигли ли мы максимальной скорости? Эта машина мне нравится моделькой. Мне нравятся ее функции. И эта машинка ЕПП. А у меня нет ЕПП машинок в гараже. Поэтому это будет моя, так скажем, единственная машина в гараже, которой разрешено ездить по полям. Забыл сказать самое-то главное. В автосалоне этот УАЗ стоит триста двадцать тысяч. Максималка у него, кстати, а нет, сто тридцать пять, я думаю, мы сейчас ИШ обгоним. Ну, сто тридцать пять максималка, ладно. Ну, и последняя машина, которую мы сегодня будем обозревать, это Лада Ларгус. В автосалоне стоит пятьсот тысяч, то бишь, ровно полмиллиона. Эту модельку многие захейтили из-за заднего вида. Не очень похожа на оригинал. Но один из разработчиков, который занимался этой Ладой Ларгус, выложил скриншоты, где он прямо зад реальный Ладой Ларгус наложил назад этой Ладой Ларгус. И там все совпало. Я не знаю, как так, но я спорить не буду. Возможно, так и должно быть. Смотрим по функционалу. Подкапотка у нас также на высоте. Двигатель, кстати, обратите внимание, от Рено. Ну, и вот багажник. Так вот необычно открывается, как фургончик. Все, закрываем. Сейчас посмотрим еще от первого лица, если что-то интересного. Ну, тут тоже, смотрите, руль такой малополигональный, угловатенький. У некоторых машин лучше все сделано. Кстати, это очень бодренькая машинка. По управлению я прямо заметил. Она очень хорошо управляется. Заметим, мы сейчас будем съезжать с горки, поэтому разгон получится чуть быстрее, чем есть. Но я думаю, это у нас будет самая быстрая машина из сегодняшнего видоса. 12, ну, 13 секунд. Давайте еще учитывая горку. 13 с половиной, тире 14 секунд до сотни. Это наш однозначный фаворит по разгону. Сейчас узнаем максималку. Иж мы уже обогнали. УАЗ мы уже обогнали. Сейчас нам нужно обогнать Волгу. Волга у нас 150 ехало. 165 только выжили. Все это максимум. Что ж, ну, сейчас мы с вами отправляемся в автосалон Невского. Что ж, вот мы приехали в Невский к автосалону. Цвет автомобиля, чтобы потом не тратиться сразу черный. Приобрестим. Все. Вот наша Волга. Мы выкатили ее с салона. Что ж, сейчас поставлю ее пока на парковку. Так как ей мы будем заниматься позже. Сейчас нам нужно выкатить УАЗик. Он уже чуть подороже идет. Потому что выкатил УАЗ в таком свете. Так как я его все равно буду перекрашивать. И мне пока все равно в таком шпаклевочном варианте у нас будет УАЗик и Волга. Очень классно эти машины смотрятся. Особенно с таким вот решейдами и тайм-циклом. Вот мы и приехали в мастерскую. Сейчас будем шаманей, так скажем, с нашим УАЗиком. Первая особенность, которую хочу показать, это возможность снять крышу. То есть это очень интересная функция, которая была совсем недавно добавлена на сервера МТА провинции. Вот я и перекрасил УАЗик в такой цвет. Я считаю, этот цвет очень ему идет. Снаружи он будет выглядеть немножко по-другому. Что ж, кому надо забирать этот цвет. Цвет будет стандартный. Я не любитель двух цветов. Хоть у меня и М5 была на двух цветах, но там для такого цвета это была необходимость. Что ж, сейчас посмотрю, может быть ему еще диски в черный стоит сделать. Приобрести 43 тысячи мы вложили в УАЗик. Первый стейш у нас сколько? 32 тысячи стоит? Ну, типа... Ну, давайте базу поставим. Почему бы не 32 тысячи? Ну, тут 80 уже как-то не хочется ставить. Пусть база будет и ладно. Все, выходим. Сейчас будем смотреть на наш УАЗик снаружи. И я вам покажу все функции, которые на нем остались. Кстати, заметьте, козырьки вверх поднялись. После того, как мы сняли тент. Сейчас советую обратить внимание на багажник. Ну, эту функцию вы уже видели. Сейчас нам нужно выйти. И прикол в том, что мы можем сесть на эти два задних сиденья. То есть, здесь целых шесть сидячих мест. Насколько знаю, посередине здесь вот сесть нельзя. Поэтому это место не учитывается. Поэтому здесь всего шесть мест. Это, на самом деле, первая машина, в которой так можно сесть. Вот это, в принципе, все фишечки УАЗа. У него можно снять крышу. Это машина ЕПП. У него очень интересно открывается багажник. Ну, еще раз продемонстрирую. И плюсом в нем есть дополнительные пассажирские места. Это ли не замечательно? Что ж. Но сейчас мы... Ой, ей две спешные. Ну, ладно. Сейчас нам нужно съездить за Волгой. Я хочу лишь у нее посмотреть, как она будет выглядеть на черном антихроме. Блин, знаете, с одной стороны прикольно. Прикольно, типа, почему бы нет? Но в стандартном она смотрится так же неплохо. Вот этот, я думаю, антихром. Вот либо стандартный оставит, либо серый мат. Но Волга на антихроме это очень интересная тема. Я пока антихром, пожалуй, ставить не буду. Салгон. Можно так-то перекрасить. Какой-нибудь такой вот интересный цвет. Вот либо такой, либо поярче. Высвеши такой. Вот такой, я думаю, прикольно будет цвет салона. Вот, давайте его оставим. Может быть, потом немножко оттенок поменяет. Что тут, 10 тысяч? Типа, окей. Фары трогать не буду по тонировке. Ну, давайте, чтоб не аквариум был. Процентов 20 накинем. Так, без 100, тут так вот 20. Думаю, может, вообще заднюю часть просто посильнее затонировать, да? Давайте фулл тонер поставим. Не, фулл тонер нам точно не надо. Давайте 50% хотя бы. 50% Передняя, левая, правая. Процентов 20. И вабаж. Ой, не, нет, нет. Я все испортил. А, не, они все испортили. Все нормально. И вабаж тоже 20. Вот пусть вот так вот будет. Прикольно, по-моему. Все, выходим отсюда. Сохрани 8 там. Потому что я там всю систему поломал. Да, все сохранилось. Все супер. Так, по колесам цвет. Как у нас? Не, 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 это трогать не буду. Ну и все, в принципе, по внешке. 40 тысяч. Что у нас по настройкам, по стейджам? Базовый стейдж. 20 тысяч. Погнали, что ли. Второй 50 тысяч. Тут уже смотреть нужно, на чем она будет ехать. А базовый стейдж никогда лишним не будет. Лога стала ехать однозначно бодрее на базе. Плюс у нее еще 7 км в час к скорости добавилось. Как-никак у нее разгон побыстрее стал. На этом, думаю, стоит заканчивать видос. Так как все, что хотел, показал. По карпаку рассказал. Кстати, если вы не играете на провинции, я оставлю ссылку в описании. Вы там можете скачать проект, скачать лаунчер. Что хотите, там есть видос подробный. Поэтому заходите, не стесняйтесь. Скачивайте, заходите на пятый сервер. Играйте. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео или на стриме.